Продолжение следует... Но за торговлю в неположенных местах отвечать приходится. В Днепропетровской области милиционеры провели целую серию рейдов. И даже показательно задержали нарушителей. В связи с тяжелым материальным положением, поехал за город, нарубил 15 елок. Товарищ заранее договорился, он на газели приехал, погрузил, привез на квартал. И там продавал, тут работники милиции, оп. Штрафы за незаконную вырубку в этом году возросли. Минимум 300 гривен. В том же лесхозе за 170 гривен можно купить трехметровую красавицу уже вполне официально и с чипом. В одном месте крепится и уже снять ее в полный раз неможливо. В столице без малого сотня зарегистрированных точек продажи новогодних деревьев. Есть бирка? Есть бирка. Это один из рынков, где официально разрешено торговать елками. Деревья здесь в два раза дороже, но зато на них есть все необходимые документы. За отечественный товар просят от двух до трех сотен гривен. И елку здесь можно выбрать действительно красивее, чем среди браконьерских. Чтобы была пышная, насыщенная, да, и чтобы кончик был не лысый. Но хит сезона так называемые датские, которые на самом деле пихты. Это, например, стоит 2000. Во-первых, они не колятся, мягенькие, то есть дети не травмироваются. И она дольше стоит. Оксана Муллер, Наталья Гусак, Наталья Фармус, Евгений Овсиенко. События.